ПЕСНЯ Святители Николая на Руси называют скорым помощником и великим чудотворцем. Это самый любимый, может быть даже уместно сказать, самый близкий покровитель для множества людей во всем мире. И поэтому так спешат навстречу с ним. Попросить, поблагодарить. А пришли вы зачем? Чего вы ожидаете? Приложить к мощам. Приложить к мощам, конечно. Привезли издаревка. Здесь в шести местах у нас есть. Мы обязательно сходим. Во всяком случае постараемся. Почему это так важно? Вера важна. Сплоченность важна. То, что люди не сидят дома, а именно находят время. Вот зачем вы стоите? Вот зачем такой трубец под дождем, в жару, тяжело? О здравии близких, наверное. Не наверное, а точно просить. Ну вот это стоит от того, чтобы несколько часов стоять? Конечно. Конечно. А что бы вы хотели вот сказать Николаю Чудотворцу? Так, если бы вы это увидели бы воочию, рядом, вот сейчас, например, живого. Ну, в общем, это чтобы всегда был мир на земле, чтобы всегда люди не знали бедствий, нужды и горести. Но опять-таки это все спорно, потому что не познав несчастье, это не познав счастье, правильно? Поэтому равновесие, чтобы всегда было. У каждого гармония и умиротворение душешного были. Это самое главное. Он совершал чудеса, которые изумляли современников в четвертом веке. Продолжает совершать их и сейчас. Чудо. В чем? Чудо. Здоровье чудо. А что такое чудо? Это все. Во что не веришь, все сбывается. А что бы вам хотелось, чтобы вот... Здоровье, конечно. Все. И вера. Не тяжело вот стоять несколько часов? Нет. А что бы мы хотели попросить у Николая Чудотворца? Мира во всем мира и здоровья. Каждый человек имеет свои собственные, скажем так, проблемы, страдания, боли. И с ними, наверное, вот он и идет, чтобы попросить у Николая Чудотворца помощи на жизненном пути. Ну вот часто бывает, что людям действительно некуда обратиться. Ну почему некуда обратиться? К святым и к Богу. В этом году чудесное событие для нашей русской земли. В этом году нас посетил великий святой угодник Божий, святитель Николай, архиепископ Мирликийский Чудотворец. Почитание святителя Николая на Руси очень велико. И в каждом храме, в каждом доме есть образ святителя Николая. Трудами и стараниями святейшего патриарха, по договоренности с епископатом, были привезены мощи святителя Николая в храм Христа Спасителя. И огромнейшая любовь к святителю проявляется в нескончаемой очереди богомольцев, верующих, которые, несмотря на холод, несмотря на ветер, дождь, стоят с молитвою, желая приложиться к великой святыне. С древних пор Николай Чудотворец считается покровителем путешественников. У него просят помощи в создании семьи. Он – покровитель узников, несправедливо осужденных, да и вообще всех, кто просит о помощи, независимо от того, праведный человек или грешный. Происходило это потому, что святитель и чудотворец Николай, с точки зрения народного почитания на Руси, был и остается первым святым. Практически во всех домах, как в прошлом, так и во многих домах православных людей, сегодня есть непременно три иконы – Спасителя, Богоматери и Святителя и Чудотворца Николая. На чем же основывается такое особое почитание святителя Николая в нашем народе? Всякое религиозное почитание связано с очень важным явлением, с ответом, который верующий человек получает, обращаясь к небесам. И вот в сознании нашего народа, в исторической его памяти, запечатлены множество чудес, дивных деяний, которые совершались в личной и общественной жизни народа нашего благодаря молитвам к святителю и чудотворцу Николаю. Вот почему русское паство – это паство, исполненное огромной любви к святителю и чудотворцу Николаю. Вот почему в нашем сознании он воспринимается как русский святой, хотя никогда не был на Руси и ни по национальности, ни по культуре, никак не был связан с нашей страной. Но он воспринимается нами как русский святой потому, что он вместе с нами прошел тяжелейшую, кровавую историю нашего народа. И, может быть, в самые трудные моменты этой истории молитва наша к святителю Николаю была особенно сильной. И с ответом на эту молитву мы связываем избавление Отечества нашего, народа нашего от многих и многих исторических катастроф. «Недаром он прозван чудотворцем, поскольку действительно этот отклик каждый получает. И каждая наша молитва к этому великому святому, несомненно, доходит до Бога. Доходит, поскольку еще при своей жизни Николай Чудотворец явил особый пример любви. Любви ко всем, кто его окружал. Даже те, которые порой к нему были несправедливы, и кто его уничижал или гнал. И вот эта любовь, о которой и учит нас сам Христос, эта любовь и является той силой, которую на нас произливает Николай Чудотворец. И каждый, кто имеет такую возможность прийти к нему и помолиться, эту любовь чувствует, испытывает и получает сам. «Святитель Отче Николай, моли Бога о нас, чудотворный дар, прием и терпение венцы, святительством украшаяся, Богу помолися, Отче, при грешении вращения даровать и нам, славящим Твое принесение». Святитель Николай, каждому человеку, живущему в России, знаком и по многим другим православным странам. Мою жизнь, во-первых, связывает достаточно долгие годы с ним, то, что служение в Николай-Шартонском монастыре, то есть главный покровитель нашей обители, был именно святитель Николай. Обитель старинная, по некоторым данным, историки насчитывают ей уже от 12 века основание, то есть почти ровесник Москвы. Но была еще история немножко раньше, когда, я помню, первое такое, может быть, маленькое чудо Господь мне показал, когда еще только я укреплялся в вере, как-то довелось мне еще в Новосибирске, как раз именно в праздник святителя Николая, вот помочь там, очередной раз я в алтаре помогал, значит, прислуживал батюшке. И возвращался домой, это еще, в общем-то, день, середина дня, перехожу через железнодорожные пути, там мне нужно было, там, в определенном участке, и, значит, подскальзываюсь просто где-то там на шпале, на рельсе, и падаю просто вот совершенно неожиданно, не успев срегировать, навзничь. Прямо падаю, как говорится, вот на рельсы. То есть можно было и сломать себе что-нибудь, и вот, ну, первая мысль такая, что, наверное, что-то сейчас со мной произойдет нехорошее. Вот, потом, когда, значит, я еще уже лежу ладонями на земле, вот на шпалах там, на этих, значит, я открываю глаза, вижу, что вокруг осколки там бутылок каких-то стелок. Ну, думаю, наверное, уж, по крайней мере, порезался я точно. Значит, поднимаюсь, отряхиваюсь, ни одной царапины, ничего. То есть вот я упавший там, когда мог ей там руки-ноги переломать буквально в этом месте и порезаться как минимум, остался целый невредимый. Вот первая мысль, конечно, сразу, что меня святитель Николай сохранил, потому что я только что был вот с праздника, с божественной литургией и его памяти. Сынок у меня поступил, значит, в институт учился, дошел до второго курса и на одном из экзаменов никак не мог его преодолеть. А у нас там, недалеко от озер, есть храм, посвященный Николаю Угоднику. Ну, я его в этот храм привел, и он неверующий. Я ему просто показал, смотри, вот это святой Николай, попроси его, он тебе поможет. Он остановился, стоял, я не знаю, что он делал, просил или что-то размышлял. Но я обошел храм с другой стороны, там была икона Спасителя, вернулся, он говорит, пойдем, пап, все, я попросил. Пришли домой, перекусили, ну, дневной сон, так где-то часочек, и вдруг, лежу, бежит ко мне, сломя голову сына, и говорит, слушай, пап, мне сон приснился, какой? Ты знаешь, мы с тобой в Москву на лошади ехали, на тележке, на деревенской. А ты знаешь, говорит, кто лошадок погонял? Вот тот вот, говорит, дедушка, который на иконе изображен, угодник, что ли? Да. Ну и все. Я говорю, едем на следующий день, и ты сдаешь экзамены как положено. В принципе, так и получилось. Это вот реальная история. В этом молитвенном шествии многие простояли несколько часов. Но время летело быстро, усталости не было. Все отмечали чувство радости и вдохновения. Одни просили, другие благодарили, а кто-то делал свои первые шаги в храм. Поздравляю всех вас, дорогие друзья, с замечательным праздником, праздником святителя Николая. Мы здесь на набережной, в очереди, которая стоит к мощам. Какие ж тут радостные люди. Как они надеются на помощь Божью. Как они верят в представителя святителя Николая. Настоящий удивительный праздник. Дай Бог, чтобы святитель Николай услышал наши молитвы, и чтобы наша жизнь преображалась. Чтобы в нашей душе, уже здесь на земле, явилась радость Царства Божия. С праздником! Христос воскресен! Всенародная любовь к чудотворцу выразилась в строительстве множества церквей в его честь. Один из таких удивительных храмов находится на втором ярусе колокольни Троица Стефана Ульяновского монастыря. Колокольня высотой 64 метра была построена в конце XIX века. И с тех пор в этом храме между небом и землей регулярно служат монахи. В честь этого дивного угодника Божия освящали источники. Один из таких источников, обладающих целебной силой, находится в республике Коми, недалеко от старинного села Усть-Кулом. Это место благословил Господь явлением чудесным. В конце XIX века здесь житель Усть-Кулома Егор Липин видел столб света, исходящий с неба до земли. Накануне праздника преображения Господня 18 августа, примерно в 1894 году он наблюдал это явление и потом рассказал об этом настоятелю монастыря Игумену Матфею. И Игумен Матфей благословил здесь поставить часовню с купальней во имя святителя Николая Чудотворца. Общими силами жители села Усть-Кулом поставили эту часовню и приходили сюда за водой, купались в купальне, которая была очень большая, вмещающая 4 человека, и исцеляясь от многих болезней. Где мы забираем водичку, там очень много ключей, они прямо бурлят. Даже вот Владыка прозвал этот источник веселым. Заметили люди, что когда именно подходишь, начинаешь молиться, бурлить начинает больше. И от Бога спрашиваем исцеления, милости Божьей, то есть, чтобы хотя бы Господь нам давал силы для преодоления нашей именно грехов, страстей и, конечно, освещения нашего тела, потому что тело является храм души. Бои мя отца! Были уже такие случаи, что люди исцелялись. Конечно, таких, как бы, у нас записей нет, но по слухам идет это все. А у нас вот каждый год проходит этот крестный ход, то есть это 28 августа, мы идем от церкви на Петра и Павла, это села Ускулом, до Ульяновской монастыря. По благословению это Владыки, это Владыка нам благословил. Мы организуем этот крестный ход именно заходом на источник, заходом к селам, близлежащим селам, которые идут по пути у нас именно на эту Ульяновскую обитель. Вот с молитвой, с иконами, с тахарубьями, чтобы люди видели. И, конечно, смотря на крестный ход и даже присоединяясь к нему, многие присоединяются к нам. Мы с молитвой как бы и освящаемся и веру свою укрепляем. Ой, очень вкусно. Такая мягкая, мягкая, теплая, теплая. В годы советского времени люди сюда ходили всегда, потому что знаю свидетельство очень многих людей и своего возраста, и возраста постарше, те, которые вспоминают, что и бабушки, дедушки водили именно на этот источник набирать воду, умываться с молитвой и набирать воду домой. Этот источник уже свою святость показал. Наш весь мир много состоит из воды. Даже сам человек состоит где-то на 70% из воды. То есть вода, она несет жизнь. И вот именно Господь через эту воду освящает. Ведь недаром святитель Лука воин Осиненский говорил, что если бы человек болезнью прибегал бы к причастию к исповеди, то есть именно от благодати Божией, то он бы меньше тратился бы на лекарства. И, конечно, вот эта вода именно святая, она именно благословенна молитвой с Богом. То есть и человек получает для этого силы, именно божественную силу получает. Ну, и я думаю, что и по молитвам, по вере и происходит это исцеление. В книгах описано множество чудес по молитвам верующих к Николаю Чудотворцу. А сколько их будет еще со всеми нами, когда, понимая, что все усилия тщетны, что на земле помощи ждать неоткуда, мы обращаемся за помощью к небу. Да и вообще, каждый день, который дает нам Отец Небесный, разве не есть дивное чудо божественного устройства мира? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ